Амнистия Согласно последним данным Гассеин, 144 человека только полностью освобождается и подпадает под амнистию. И вообще эта амнистия, она как бы приурочена была к десятилетию апрельской нашей революции. И основной посыл был везде и в средствах массовой информации, что это основная группа, которая будет освобождаться, и в отношении которой будет применяться амнистия, это люди с инвалидностью, люди с ограниченными возможностями. Но по информации Гассеин пока нет людей, которые освободились по этой категории. Изучая этот вопрос, мы столкнулись с другими проблемами, которые есть в пентациарной системе. Выявились факты, когда люди, находящиеся в пентациарной системе, де-факто имеют вообще статус, что он инвалид, у него нет ноги, он ослеп, например. И эти люди, получается, не могут подпасть под амнистию просто потому, что в пентациарной системе, в системе закрытых учреждений не проводится СМЭК, то есть медицинская экспертная комиссия, которая бы удостоверилась, что человек является инвалидом. Постановление правительства под номером 68 от 2012 года запрещает проведение этой комиссии в закрытых учреждениях. Этот вопрос стал, конечно, для нас такой неожиданностью, потому что, в принципе, мы поняли, что люди, которые находятся в пентациарной системе, отбывают наказание и имеют такой статус, они вообще просто забытые люди, забытые как и для государства, как и для общества в целом. Постановлением правительства на сегодняшний день нарушаются конституционные права человека. Люди с ограниченными возможностями, находящиеся в закрытых учреждениях в пентациарной системе, они, получается, на уровне правовом, они лишены документирования своего статуса. Со стороны ГСИИ было уведомление, что это постановление пересматривается правительством, но пересмотр постановления уже рассматривается в течение трех лет. То есть для меня, как для гражданина, как для юриста и для человека, который защищает эту категорию людей, вопрос просто очень прост. Что почему человек, по каким-либо обстоятельствам, имеющий статус, лица с ограниченными возможностями, попадая в систему закрытых учреждений, ну, мог совершить какое-либо преступление, его могли осудить. Почему человек не может от государства добиться элементарного документированного его статуса и получения социальных гарантий, которые регламентированы вообще Конституцией? Для меня вопрос очевиден, но два государственных органа в лице Министерства труда и социального развития, в лице ГСИИИ, они, на мой взгляд, не могут договориться, что сделать с этим постановлением. По неофициальным данным, примерно, есть 4 тысячи людей в инфициарной системе, которые имеют такой статус. А если учитывать, что 10 тысяч людей осуждены и отбывают наказание, 4 тысячи — это 40% таких людей, которые, в принципе, должны высвобождаться, то есть государственная гарантия этого не позволяет, но это большой вопрос тогда вообще к исполнению законов. Нигде не сказано, что нельзя сажать инвалида в тюрьму. То есть он может, в принципе, совершить, у него может быть конфликт с законом, да, но есть другие вопросы, что его статус, то есть человек не должен страдать от того, что его не могут задокументировать, его статус. А если нет документации его статуса, у него есть правовые последствия его нахождения там, то есть он лишается тех же пособий. Совсем недавно только наш парламент, шестой созыв парламента, ратифицировал конвенцию об инвалидах, и на протяжении 10 лет это был такой большой труд правозащитного сообщества, который просил все-таки наше государство обратить на эту конвенцию внимание и ратифицировать. На сегодняшний день после ратификации этой конвенции должен быть выработан пакет мер, как раз таки, да, и учитывая тот факт, что люди с ограниченными возможностями не только в финтенциарной системе, закрытой системе, как бы не получают социальных гарантий, но и в обществе в целом, то есть это предмет такого более детального рассмотрения государственными органами этого вопроса. В обществе люди с ограниченными возможностями не получают этого должного внимания к этой категории лиц, а люди, которые в финтенциарной системе находятся, тем более. Жить в тюрьме – это очень дорого. Для государства содержать человека в тюрьме – это очень дорого. Почему нельзя идти на сокращение контингента такими законными способами, да, через фильтр по постановлению правительства и освобождать людей с тяжелыми заболеваниями? Если мы, как бы, говорим о рациональности вообще содержания в финтенциарной системе человека, да, мы видим, что оно не пропорционально. К примеру, на одного человека мы только на питание, государство тратит 100 сомов в день. И я не перестаю говорить, что 10 тысяч осужденных у наших тюрьмах. 100 сомов в день – это 1 миллион сомов мы тратим только на питание ежедневно. Мы, как правозащитники, не перестаем все время говорить о разгрузке питательной системы и в целом об оптимизации. Мы видим, что COVID, конечно, небесследно оставился в нашем бюджете и в целом все страны переориентируют свои бюджеты. Вот сейчас есть реальная возможность сделать оптимизацию. Оптимизацию и в целых госорганах, и расходы в государственных органах, которые мы тратим. И это, в принципе, весьма, как бы, реально. Эти люди были просто забыты. Забыты обществом, забыты государственными органами. И они, как бы, самовыживали. И, то есть, эта категория людей, она, вот, просто находится в больницах, где-то умирает в питательной системе, где-то могут уже срок подойти и выйти. То есть, коллективные заявления не разрешаются им говориться, да. То есть, в кулуарах они все-таки говорят, что нам, как бы, все-таки боятся того, чтобы мы коллективные заявления давали по этой категории. Ну, как бы, эти категории людей, она боится давать. И так у них уязвимое положение. И в любом случае, понимая все риски, которые есть в закрытом учреждении, что если человек будет говорить и жаловаться, то, то есть, к нему могут быть применены другие санкции. И во избежание всего этого человек просто, вот, как бы, молчит.